Здравствуйте! С вами Елена и Добрые Рецепты! И сегодня я предлагаю приготовить красивый пирог Рататуй с овощами из помидорок, баклажанов и цукини, ну или просто обычных кабачков. Для теста смешиваем 200 грамм пшеничной белой муки, 200 грамм ржаной муки, она более легкая, поэтому объема занимает больше. Дальше добавляем чайную ложку разрыхлителя с горкой, и чайную ложку соли. Перемешиваем сухую смесь. Дальше добавляем 60 грамм масла растительного и перемешиваем сухую смесь с маслом. Дальше растираем руками, чтобы масло равномерно распределилось. Теперь в эту сухую смесь нужно добавить воду. Воду вливаем постепенно. И перемешиваем. Тесто получилось мягкое, эластичное. Этого количества теста хватит на 2 пирога. Теперь накроем наше тесто крышкой, чтобы оно не сохло, и займемся приготовлением начинки. Сначала подготовим баклажаны, нужно нарезать их кружочками. Обжариваем баклажаны в сковороде с небольшим количеством растительного масла. Подсаливаем их, переворачиваем на другую сторону и добавляем горячую воду на сковородку. Буквально чуть-чуть, пару столовых ложек. Это позволит баклажанам протушиться как следует. Также нарезаем парочку крупных луковиц. Лук тоже выкладываем на сковородку после баклажанов. Обжариваем лук 10 минут на маленьком огне. Пока жарится лук, нарезаем кубочки. Тоже кружочками, как и баклажаны. Также для начинки нарезаем кружочками помидорки. Раскатываем тесто, предварительно насыпав на бумагу для выпечки мак. Можно, конечно, и без него, но с ним вкуснее и красивее. Можно добавить вместо мака кунжут или другие семечки, на ваш выбор. Тесто разделяем на 2 части, потому что пирога будет 2. Так, выкладываем прямо на мак, приплющиваем и начинаем раскатывать. Теперь выкладываем половину лука из того, что мы пожарили, потому что пирога 2, соответственно, половинка лука на 1 пирог и половинка на 2. Теперь выкладываем сюда нашу начинку. Выкладываем по очереди кабачок, помидорка и баклажан. Вот, так, чтобы помидорка была между кабачком и баклажаном. Смотрите, какая красота получается. Теперь все это нужно сверху немножко подсолить. И сверху присыпаем какой-нибудь зеленью. Я присыпаю орегано, вы можете присыпать базиликом, петрушкой, укропом. Ну, в общем, что у вас есть на ваш вкус. Теперь заворачиваем края нашего пирога. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов Цельсия около 30 минут в верхней части духовки, если духовка газовая. Вы подбирайте температуру по своей духовке, потому что все духовки разные. Я выпекаю в газовой духовке в верхней части, чтобы пирог не подгорел, потому что если выпекать снизу или в середине, то овощи не успеют приготовиться, а тесто подгорит. Пирог получается красивый и сочный. Приятного вам аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...